Это Волонг, на связи Чандер, и смотрите какая ситуация оказывается есть. Решил я спетум железный, для того чтобы, в случае если я буду случайно заменять, ну вы поняли. Собственно, как вы видите, разница силы атак молнии 19, 17, 3,4%, 3,1%, 5,7%, 5,2%, почему я понятия не имею? И больше, ну разумеется, никак не получается сделать. Хотя два, казалось бы, абсолютно одинаковых спетума, вот по силе атаки, во всяком случае, это копии. Так, а какой из них у меня теперь используется? Так, у меня используется тот, что в верхнем слоте. В верхнем слоте это как раз тот, что слабее, нам нужно тот, что в нижнем слоте. Хорошо, теперь отправляемся тогда дальше. В общем, с чем это связано? Вот вообще ноль идей. Посмотрели различные вещи. Была такая вещь, как... Сейчас, погоди, путешествие пока что. Такая вещь, как привычность была в Ниохе. Но здесь ее нет. Здесь нет привычности. Но почему-то есть разница. Так, здесь у нас миллион флажков. А флагов всего два. И сразу десятый уровень. Сразу десятый. О. Детик стоит. Это, кстати, который нам нужен. О, рад встрече. Я здесь в поисках очищающего вяленого мяса с экзотическим вкусом. А как... Какие дела привели тебя в эти края? Минуточку. Не то ли это самое очищающее вяленое мясо, за которым я охочусь? Понимаю, просьба немного нахальная, но не мог бы ты дать мне немного? Держи. Благодарю. Теперь я могу вернуться домой. Это же останется между нами, верно? Все. Отлично. Мы продолжили квест. Женщина отправила мужчину за вяленым мясом для пива. Которая владелица трактира. Так, здесь ничего, верно, нет. Все, погнали. Управление вроде бы пока помню. Ну, поехали. Раз мы десятые, значит, мы можем спокойно молнию использовать. Кстати, надо было этого, Любея, наверное, призвать. Тьфу. Точно. Давай призовем Любея. Чисто нужно прокачивать. Девочку мы, конечно же, не можем призвать. Кто бы сомневался, правильно? А можем. Можем. Тогда, конечно же, девочку. Вчера не было. Кидутся там стоящее. А сегодня есть. Все, призвали Хонг Цзин. Не для того, чтобы помогала она, ребятушки, а для того, чтобы ее прокачивать. Вот меня просто убивают вот эти вот трупы мертвых покойников, которые идут на тебя и идут. Идут и идут. Хотя ты такой, со спины подкар... А им пофиг. Тройки нет уже еще. Я пытаюсь тройкой, чтобы полечить. А у меня аж на 12 уровне. Так, милая моя, ты делешься, конечно, молодец, но не отбивай их, когда молния летит. Он пробил меня критом за счет этого минус уровень у меня. Кринета нормально не было. Но благо сейчас есть. Это хорошо. Здесь, конечно же, открывается с другой стороны, как и в прошлый раз. О, первый флажок. Прекрасно. Гурманов? Каких гурманов? А? Это про виноград думаем. Ага. Кстати, а у тебя не было такого момента? Ты не разобрался в этой механике? Почему у... По-моему, там было наверху что-то. Почему у одинакового оружия... Вот прям одинаковое оружие. Стали много пятого ранга. Разные прибавки идут. Привет-привет. Добро пожаловать. Как дела-то? Рассказывай. Да, флажок. А вот сейчас обидно было, между прочим. Ладно, это взяли. Погнали тогда сюда. С той стороны еще нужно осмотреться. Там наверх можно залезть. Можно по низу проходить. Здесь... Так, выход через разломы остался. Добро. Благо просто умирает. Нормалек. Пойдет. Девочка тоже немножко дерется. Это хорошо. Флажок. В прошлый раз здесь, по-моему, лут был. Теперь флажок. Хорошо. Три флажка уже нашли из восьми. Неплохо. Вижу флаг. Если там флаг, значит там босс. А-а-а. Ну, приятного аппетита. Кто кушает камень, значит лопает трапезь, значит, конечно. О, эти бешеные собаки. Собаки от Миядзаки. Наяда. Ой, милая моя, зачем же ты туда пошла-то? Возвращайся. Вот, молодец. Наяда, благо, когда даже двигается, ей по хвосту попадаешь. Не разбирался? Локолотуха с мечом, который устраивали. Это понятное дело. У меня так-то тоже я выбираю то, что устраивает. Разница вон, видишь? Сила атаки молнии 19, а здесь 17. Хотя, казалось бы, два абсолютно одинаковых четырехзвездочных железных спетума на плюс пять. А разница есть. Меня, скорее всего, увидит вот тот труп. Все пойдет. Тут можно запрыгнуть. Нужно, наверное. Посмотрим сейчас. Нет, здесь лута никакого нет. Это внизу. Внизу тоже. Ни ящика, ничего. Ладушки, ладушки. Хорошо, что здесь можно вот напарников просто двигать, толкать. О. Пойдет. Рукавицы воина плюс три четырехзвездочные. Девы войны, вернее. Раз, два. Что, кстати, тройка... Ой, не тройка, а зетка у меня теперь делает. Я даже и не знаю. Но у меня, в принципе, увеличивается мощь моя. От того, что у меня эта зетка... Так, еще одна наяда, причем серьезная наяда. Улучшенная, модернизированная, пропатченная. Там мужчина с молотком. Мужчина с молотком это не сильно. Девочка, конечно, классно, что тоже молнией бьет. Тем самым мы комбим. Сундук есть. Флаг. Ну, флаг, я думаю, мы все-таки в конце возьмем. Чтобы восстановить фляжки и прочее. Здесь лучше спуститься сюда. Было неожиданно и неприятно. Причем вдвойне неприятно, что нам наяду сейчас надо бить, а на нее энергия не пригоняет. Ого, она сильная. Слишком. Возвращайся. Где она? Ах, ты. Заблокировал одну атаку, но там вторая была. Ух ты, она обняла меня, кстати. Очаровательно. Но больно. Пойдет. Так. С нее ничего не взяли. Надо там сначала поисследовать, и потом пойти... поискать оставшиеся флажки. У нас четыре флажка еще нужно найти. Я туда и иду как раз. Раз. Ой. Мелкий. Привет. Давай мы тебе скинем заколку. Дай нам на плюс три параметра усиления молний. Но у нас есть по плюс два. Нам нужно плюс три. Крючок для ремня. Уже звучит плохо. Ясно и даже понятно. Опять сильные наяды. Но сильные они сильные. Это неприятно, конечно. Еще более неприятные это вот эти вот ребята. Они просто потратят мое время. Время, которое я потрачу на восстановление молнии. Но это наяда очень крепкое. А, ну да. Мы же здесь не... Есть еще флажок один. Хорошо. Там, соответственно, флаг. Нам еще два флажка надо найти. А, ну пойдет. Хорошо, что она решила пойти в стену. Молния, благо, пробивает. Понятно, что можно было бы спуститься и критануть. Но быстрее будет добить. Ладно, раз уж мы здесь. О, боже мой. Я кританул мертвеца в спину. Это, конечно, да. Это же еще одного. Шестой уровень клятвы. Приятно. Уже не зря вызывали девочку. Вот, а собаку можно в спину? Фантастика. Это крит был. Нормально. Нет, это и есть крит. По животным это крит. Я тоже сначала подумал, а потом, собственно, проверил. И по как раз таки зверям идет именно крит, как будто это сильный удар. Так, вон он, флаг. Там однозначно босс. Собака. Это не босс-собака. Хотя, если босс-собака, это будет, конечно, лютейший босс. Можно сразу удалять игру. Вот туда иду. Здесь за камнями вполне может быть флажок. Если так, то нам нужно будет еще один. Не нашли, ладно. Хотя, по-моему, в предыдущий раз здесь было. Да. Да. Есть контакт. И, значит, еще один флажок надо найти. Привет-привет, добро пожаловать. Да, нам быстрее было бы, наверное, все-таки вот сюда забраться. И тут вот спуститься, и там подняться. Собака. Видишь? Так просто не сдалась. Да. Это плохо. Это было случайно. Так, у нас орудие отравляется, я понял. Вот. Это очень сильные, ребятки. Я мискликнул, да. Я нажал зетку. Теперь мы в дерьме. Она у нас не наберется уже на босс. Ну и ладно. А там криво как-то отображается. То оно отображалось, считало вообще все, даже несмотря на то, кто был подписан или нет, то потом оказалось, что сейчас он считает, по ходу дела, последнюю подписку. То есть главное, чтобы она не прерывалась вообще в принципе. Если у тебя там хоть на секунду прервалось, то она уже сбрасывает. Бабка. Выжила. Ты смотри, что делал. Смотри на эту бабку. Бабка, которая выжила, понимаешь? Взяла, постояла в огне и такая, ой, довольная, молодец, сделала дело. Вижу флажок. Да. Флаг мы уже брали. Кто будет боссом тут непонятно. Блин, и медаль из шести у нас вместе. Все, босс. Ага. Ну это по сути босс. Потому что зона закрылась. Так, надо обоих шокировать, чтобы у них стакалось. Шокировал пока того, кто послабее, теперь того, кто посильнее. Отлично. Необычные атаки вообще просто забей. Невозможно. Поднимайся. Поднимайся, я тебе говорю. Ты издеваешься, что ли? Шокировал идет на шестой месяц. Очень страшно сейчас работает это все. Коряво, коряво работает, это правда. Это уже конец, это уже завершение, это что? Вот это надо было мне поднять, я понял. Императорская печать. О, внезапно вышел из-за угла. То есть мы тут деремся. Он стоит за углом и такой... На протяжении поколений я стоял за этим углом и ждал, пока кто-то поднимет эту реликвию. Я возьму это на хранение. Еще один шаг на осуществление мечты. Короче, мы поднимаем печать и нас тут гопнули, как вы видите. Гоп-стоп нам устроили. Да. Подошли из-за угла причем. Да. Вижу. Да. Ну, давайте, мне менее, сравним. Потребление духа заклинаниями здесь 2,6. Сила атаки молнии 16. Накопление эффекта шок 6,8. Урон от молнии 2,9. Правильно? Здесь у нас... Ой, где оно? А вот теперь попробуй это найди. А вот она, Дева войны. 17, было 16, да? 2,3 здесь, там было 2,6. Здесь зато 7,6 накопления. Там 6,8, по-моему, урон от молнии. Там 2,9 здесь. Это поинтереснее смотреть. Экипировать. Тут там, по сути, тоже. Там вообще ко всем заклинаниям. Там круче. Это круче. Что? Семь на деревом, понял, что там ка. И что? Семь тебе что-то еще. Ну, там больше процент. Там идет 2,6 ко всему. А здесь 2,3 к дереву. Ну. Что больше, 2,6 или 2,3? Все. По весу нам это подходит как раз таки. У нас все равно вес экипировки остается крайне маленький. Это важно. Ну, а по бонусам будет шок больше накапливаться. Быстрее. Это важно. Ну, будем надеяться, правда, нам будет хватать. Надо проверить сейчас. Так, надо левелапнуться еще. На 1 мы можем вкачать 50 уровень у нас. Заклинания пока не можем, другие, к сожалению. Хорошо бы, но нет. Так. Нам нужно, знаешь, куда? Вот туда надо сгонять. Вон он стоит, дядька. Благодарю тебя за недавную помощь. Надо было видеть, как обрадовалась жена. Очередное поручение от жены. Скоро вернусь. Жена поручила мне что-то, поэтому я собираюсь... Что? Небольшое по путешествии отправляюсь. Помнишь, я рассказывал об очищающем вяленом мясе? Так вот, муж смог его раздобыть. Увы, вкус оказался слишком экзотическим. Подумываю приготовить пиво с изысканным вкусом. Говорят, есть некое масло пробуждения, обладающее именно теми свойствами, которые нужны. Попрошу мужа достать для меня немного. Вышло очень вкусным. Хочешь попробовать? Что? Мой муж? О, не-не-не, ему достаточно глотка, чтобы опьянить. Вода здесь замечательная, да? Она идеально подходит для приготовления алкогольных напитков. Все. Вроде наговорились до конца. Поручила кое-что найти. Прекрасно, отправляйся на поиски тогда. Так, если у нас сверчки, по-моему, нету, это должны быть в основных заданиях только сверчки. Поэтому валим... Валим уже дальше. Так, ну поехали. Получается, главное полевой у нас осталось. На 49 уровень, между прочим. А у нас 50-ый, едва-едва. Да. Так, основное, да? Девочка, по-моему, мужики. Два мужика. Вот только мужики. Вот эти два. Но нас интересует, можно ли тогда любое вызвать. Потому что у него дерево, может быть, он что-то полезное выдаст. Нельзя посмотреть, правда, статы. Либо я не знаю, как посмотреть статы. Я посмотрел, есть ли что-нибудь в лагере здесь просто. Так, что здесь 6 флагов и 8 флажков. Жесть. Подкрепление. Конечно же, девочки нету и близко. Разумеется, кто мог сомневаться. Но любые есть. Давай любые тогда вызываем. У вас может быть до двух спутников. Ну давай вместе. Куда сунуть? Куда лучше сувать? Вместо Цуаня, потому что дольше. Ну что, да. А, Суньце, кстати, посильнее. Потому что у него парное оружие. Он быстрее бьет. И вот Любэй тоже парник. Мы идеально выбрали. Прям как знали, знаешь. Печать Тигра, к слову. Для призыва как раз таки. Два спутника. Значит, здесь нужно было их двоих по-хорошему оставлять. Ну, такое. Ну, нафига ты меня спалил? Мне же тяжело сейчас драться. Мужки давай. Работайте, мужики. Кстати, на полном серьезе. Пусть работают. На ядушка. Сразу шок. Таким отношением тебе. За мной ползет. Ползет прям. Она по девочкам, по всей видимости. Так, это водится, сгодится утопиться. Че я сделал? Это короткий путь, видимо, местный. Он остановится, нет? Или там на время нужно? Остановился. Я уж подумал, нифига себе, сейчас еще и на время нужно было тогда. Все правильно. Можно. Чем? Просто, видимо, осмотреться. Там флаг. Там, видимо, защищен каким-нибудь сильным противником. Здесь мужчина есть. Он ковыляет. Не очень. У нас все еще ноль. Потому что противники слабы бы. Ага, вот, смотри, мы нашли. И как раз там на арену, на эту. Мы сначала соберем тогда здесь. Сейчас мужик будет назад возвращаться. Ты можешь из-за него пахать. Что-то хотелось бы. Ага. Ну, альта я нажимал. Без него пошел. Да. Все, единичка. Один. Отчего нам толку? Никакого. Все равно у нас есть один. Один. Это один. Немал. Заручка. Ну, что, сейчас смотри, как они нарезают. Молодцы, мужики, молодцы. В той женщине, наверное, оберегаете. Видимо. Да, здесь есть спуск. Красив. Вот, давай, влетай. Ну, или не влетай. Просто разорву. Ему не понравилась лавочка. Ой, а можно спрыгнуть на нее, кстати, было бы. Можно. Крокодил. У крокодил. У крокодилов не надо. Ой, вот эта проблема. Это вообще проблема. Старайтесь. Мужики, старайтесь, реально. А мужики постарались. Молодцы. Сейчас возьму. Что ты сказала? Мимо крокодил? Мимо крокодил, вот он. Ой, и камушек кидает. Почему так тебя? Это можно было заблокировать, я знаю, но... Все, он шокировался. Ага. Мужики тоже, ну... Охи. Он пятил уровень. Он даже второй не даст. Да? Не даст. Фу. Там мужик упал. Я к нему и бегу. Я к нему. Сейчас начнешь. Ой, ну не, пока это... Выращивание деревьев, это, конечно, задолбай все. Его опять пахнет. А, да ладно! Я ничего не заблокировал. Хотя я правую кнопку мыши жму, жму, жму. Пофигу вообще. Ну, тяжело. Нет, нет, нет. Так нельзя. Так вообще нельзя. Разрабы, вы что сделали? Так нельзя. Надо было флаг взять, да? Перед тем, как туда идти. Хватило бы его, а? Не факт. Он, может быть, два даст. Мне этого мало. У тебя один был? Он до двух даст. До двух. Он не просто плюс два дает. Он дает до двух. Мне флажок нужен был бы где-нибудь. Еще дополнительный. Это проблема. Придется их всех тогда собирать здесь снова. Так просто в лужицу пройму. Вот он, наверное. Только суньце. Зараза. Любей же. Да. Мне нельзя умирать. Подкрепление. Любей. Мы его же качаем. Точно, точно, точно. В печати тигра, кстати, не знаю, где еще добывается. Ну, зато мы тогда сможем еще раз торкнуть вот этого. И, возможно, мы тогда... Да, показывается. Поэтому я и сказал, что не дадут за крокодила. Дали больше, чем она показывает. Единичку. Да, кстати, больше. Она из-за водички. Она из-за водички поднимается. Может быть. Слышать. Так, мужики, вы разберетесь? Я бы хотел... Чтобы Наяда не согрелась. И чтобы ей в спину прям оп. И все. Давай, давай, давай. Та-та-та-та-та-та-та-та. Да ты что? Ты так далеко. Все, хорошо. Надо ли еще раз лодку? Нет, не надо. Хорошо. Всего лишь тройка нужна. Будет тройка, будет, конечно, попроще. Без тройки прям люто тяжело. О, я не успею. Не успеешь. Не, конечно. Подождать. Спасибо за совет. Спасибо. Я что знала? Спасибо. Спасибо. Ты сам туда прыгни. Хорошая рекомендация. Спасибо. Ты сам туда прыгнул. Спасибо. Не, ну нафиг. Не пойду я. Так, ну там, благо, большой флаг. Нам это нужно. Понапридумают вот это вот паркура в игре. Нет бы еще хорошее придумать. Нет, давайте мы понапридумаем паркур. Так, тут крысы с ним. Не только крысы. Два мужика. Ну, далеко-то. Далеко. Это есть. Они уже. Лестницу можно спустить или ты спускаешься по этой... Спускаюсь по этой лестнице. Ты куда? Честно, за крысой. Какого черта? А как я сюда поп... Все. От... За текстурью. Знакомься. Ну, кстати, да. Либо не дойти. Надо бы. Надо бы. Хом. Посмотрим, сработает, не сработает. Так... Вроде бы, да. Сейчас, давай тогда... Есть у меня, по-моему, что-то... Журавль. Ну, сейчас. Последний мы используем по боевому флагу. Скорее всего, журавль. Конечно, может, там что-нибудь. Что-нибудь еще есть? Мемориальный скрижаль, например. Значит, как это написано имя? Человек отменяет все текущие возмездия. Нет, это не то. Печать тигра. Ну, придется журавль использовать. У меня выбора нет. Мобы, правда, воскрес... И пойдет. Ладно. Ну и ладно. Сейчас, надо их быстро выкосим. Все. Троечка. Прекрасно. Теперь вот этих вот ребятушек. Спокойно. Ну, кстати, реально... Окей. Если вы воскрешаете мобов, почему вы фляжки-то... Нелогично. Глупость какая-то вообще. Крысу я могу отметить отсюда? Могу. Хорошо. Я не хочу больше прыгать к ней. Нет. Тут наяда есть только. Мужик наверху есть. Ну и крокодил, да. А, я не могу взять флаг из-за крокодил, да. Да. Да-да-да-да-да-да. Где вот он? Туда подходишь, он оттуда выпрыгнул. Выпрыгнул. Да хватит. Засфамил просто. Вообще, да. Согласен. А если... Ну, их поднимать не придется. И нафиг так справимся. У него можно по хвосту бить, кстати. Месть свершилась. Все, и фляжки восстановились, и хп восстановилась. Три. А ты сказал, два. Я думал, два-двух, да. Я думал, до двух, это правда. Но видишь, крокодил, да все равно надо было убивать. Ну, это было ожидаемо. Мои за стеночкой прям бам. Сундучок. 45 секунд, потом в редакторе кромс... О-о-о-о! Вот это вот перебор. Серьезно. Редакторы. О-о-о. Ну, хотя 45 секунд, в принципе, не сложно, наверное, вырезать. Можно попробовать. Окей, давай тогда я сейчас увеличу этот буфер до 45 секунд. Ага. Так. Ага, все. Вон, отпустила, смотри. Все, теперь пошло, продолжаем. Снизу, все пошло, продолжаем. А? Снизу, все пошло, продолжаем. Да. Оф. Бабка где-то есть. Есть. Первая молния уже не попала. Что странно. Все, он трекировался. И он сейчас от урона умрет уже. Уровень клятв 2. Сунь. Сунь стал глубже. Сундук. Тут помимо сундука еще и бабка где-то, наверное, наверху, я думаю. Крыса. То ли крыса, то ли еж. Крыс еж. Там же стеночки. Нормалек. Какие кромсают. Ее на урон обнесли. Почти. Так. А бабка-то где? С чем ты решил, что бабка есть? Мы там еще выше есть куда-то. В смысле, с чего я решил? Нет. Аура же, видишь? Бабка делает ауру. Бабка делает ауру. Бабка сидит и намаливает все это, понимаешь? Я поняла. Это не в курсе. Мистический журавн. Одного потеряли, другого. Хорошо. Ой. Нечего руки распускать. Понятно, что у нас девушка симпатичная, но... Держите себя в руках. Что? Да. Фрагмент для драгоценности. Причем один. А их там нужно по 35, по-моему, на улучшение одного оружия. Там за разбор много дается. То есть, с этим проблем нет. Нет проблем, в принципе, с фрагментами. Нет проблем с деньгами. Нет проблем... А что нам еще нужно? Вроде бы, больше нам ничего и не нужно. Выше вроде бы нет. Вот проблемы с хорошими шмотками есть. Да. У нас, в принципе, неплохие они, но... Можно было бы и получше. Это... Флаг. Да. Я не понимаю. Мы три флага уже поставили. Ну, как бы первый он стоял, да? То есть, мы два флага, получается, поставили. А где флажочки? А в каком редакторе так ромсаешь? Чтобы пошустрее это делать. Вот я что не люблю, это делать монтаж. Вообще, ноль удовольствия. Только негатив к монтажу испытываю. Только негатив. Мне и смотреть монтаж... Ну, смотреть мне неприятно монтаж именно современный монтаж. Где вот эти вот какие-то там вставки с мемчиками и прочее. Мне кажется, это все неуместным. Хотя, в принципе, какие-то там плавные переходы и так далее, это все, конечно, интересно. Но суть не в этом. Мне самому монтаж совсем не нравится делать. Здесь короткий путь, опять-таки. Да флажки должны быть. Восемь флажков. Очень похоже, знаешь, на что? На то, что здесь будет босс. Да ладно. А вот этот вот дядька вообще не к месту. Мало как-то урона, да. Мужчину бы в спину, конечно. Дядька, ну разворачивайся. Ясно и даже понятно. А-а-а! Даже так? Все, он шокирован. Он убит. Наверное, нельзя. В ящик можно. Какая сложная, если честно, карта. Одна. Похоже на флажочек. Похоже на флажочек. Это он и есть. Первый из восьми. Господи. Неужели столько понапропускали? Вот это, конечно, немного... Это достаточно сильно напрягает. Если честно. Подобные вещи. С трех ударов молнии падают на яды эти. Это хорошо. Это вот оттуда мы пришли. Соответственно, открыли короткий путь. Прекрасно. Есть ли здесь еще крокодил? Да. Конечно. Конец ему пришел. Ну, мы сильнее стали. Она, по-моему, стационарная. Да? Может быть. Это далеко. Что для вот этой части? И штук мост? Да. Возможно, да. Опять короткий путь тогда получается. Тем не менее, флагов много. А флажков... Или через низ. Там флаг. Флажок, вернее. Да. Внизу. Внизу. Вот, видишь, свет. Это флажок. И да, через низ. Эм. Не понимаю, что это работает. Все в порядке. Шок еще на них так долго настакивается. Они умирают, пока шок на них настакается. Так, мы зашли именно отсюда. Значит, нам нужно вниз. Ничего себе. Вот еще бы побольше. Процентов на 5, наверное, побольше бы шока. И я бы шокировал его с двух. Скинули. Ага. Ладно. Ладно. Опять. Я думаю, что она из-за того, что спотыкается здесь. Ну, споткнулась, да. Наверное, как? А-а-а. Ну, ладно. Что это? Я не знаю. Верно. Я не знаю. Ага. Салфаном. Мужики пускай справляются. Мы здесь тогда открываем. Можно было проломить дверь. А где крыса? Ее убили, не убили. Вообще не похоже, потому что... Вон, показывается красное, видишь? Все, просто забей. Это молния. Это молния. Не знаю, где ты убил ее. Ну, в любой непонятной ситуации используй молнию. Да. Погодьте, я осматриваюсь. Там бабка. Осматривается он. Осматривается он. Не вижу. Пам. Так. Зато я увидел вот это. Хоть как-нибудь увидите лучик от фонарика. Сложочка. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, я же не парирщик. 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 От слова парировать, да? Да. А не от слова парить. Опа. Собака получается. Ну, да. То есть, Ёж это собака. В Моваве. Вот в Вегасе долго. Просто. Ах ты бабка. С Любеем уже уровень клятвы 6. У нас с девочкой 6 едва-едва мы сделали. А у Любея уже 6. Ну, это хорошо. Так, стоп. Мне кажется, что это дальше уже. Значит, нам обратно. Ой, понакрутили лабиринтиану. Господи. Ладно. По времени уже, ты посмотри, сколько. Ага. Поэтому поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающе, великолепных бустеров. Благодаря которым-то, собственно, на канале видео и выходит без соединительных числов вступить в семью. По ссылке в описании, ссылка на бусте. Переходим, подписываемся.